В читальном зале филиала Дагестанского государственного университета прошла научная конференция в рамках празднования «Столетие со дня рождения дагестанского писателя» Марьям Ибрагимовой. В конференции приняли участие студенты и педагоги образовательных учреждений Хасавюрта, совместитель главы города Хайбула Умаров, главный директор газеты «Дружба» Магомед Расулшей Хмагомедов. На конференции обсуждался круг вопросов личности и наследия Ибрагимовой в современном осмыслении. Кандидат исторических наук Руслан Розаков, открывая конференцию, отметил неоценимый вклад писателя в культурное развитие республики. Марьям Ибрагимова, которая в своей жизненной позиции, своими трудами несла большую лепту вообще в развитии Дагестана в целом. И не случайно сегодня мы здесь находимся, чтобы еще раз вспомнить о ней. Почему? Потому что она этого, я думаю, заслуживала. И повод этому, значит, ее летний юбилей. Заместитель главы города Хасавюрт Хайбула Умаров выразил благодарность участникам и организаторам конференции за поддержание культурного наследия дагестанской писательницы Марьям Ибрагимовой. И как заместитель главы, и как руководитель общественной организации, мы с Эльмиром Ибрагимовичем готовились к этому юбилею. И то, что ДКО нас поддержало, огромное спасибо. В принципе, я не буду, вы уже сказали, наверное, о тех заслугах нашей Марьям Ибрагимовой. Поэтому не будем останавливаться, если, наверное, ребята это все уже расскажут. Вам спасибо за предоставленную площадку, за то понимание, которое у вас есть, и то, что произведения нашей героини, нашей великой писательницы и поэтессы Марьям Ибрагимовой возвысили. И огромное спасибо. Заведующая библиотекой филиала Дагестанского государственного университета Эльмира Гасанова в целях ознакомления участников с творчеством писателя, прочитала один из любимых своих произведений Ибрагимовой «Березка». Не роняла на грудь гунибдага лепестки тегеранская роза. Прилетилась у снежной папаки лишь одна северянка — «Березка». В ночь осенью с плеч ее сидит смерч срывал, невзирая на слезы. Но гунив старый доблестный витязь, шальку коулю путал «Березку». Спутник звезд, пастушок небесный, из-за туч улыбался лениво. Ей певал разыдалые песни пьяным голосом, ветер глудливый, горный сокол застыв в синей глади. Острым оком впивался до дрожи, серебил ли кудрявые пряди и чабан, и случайный прохожий. Но со скромностью робкой горянки, пряча ли к загранитную спину, оставалась верна северянка на века своему исполину. «Знать не зря поражает пришельцев, в сердце горгу нибдага величия. Но откуда? В березовом тельце, стойкость скал с чистотой девичьей». Человек жив, пока его помнят. И наш с вами долг не забывать о творческих деятелях, которые вынесли неоценимый вклад в культурное развитие республики, отмечали присутствующие. Курбан Гериханов, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».